Добрый день! Американские медики впервые использовали глубокую электростимуляцию мозга для подавления аппетита у людей, страдающих от переедания. Опубликованы результаты в Native Medicine. Электрическая или магнитная стимуляция активности мозга может подавлять симптомы болезни протенсона, булимии, снижать тягу к вредным привычкам, а также улучшать арифметические языковые способности добровольцев. Ученые применили терапию и подавили аппетит у двух жительниц Соединенных Штатов, страдающих от ожирения. Конечно, это совершенно недостаточно для того, чтобы делать какие-то далеко и гнущие выводы, но, тем не менее, такой результат есть. Ну и, соответственно, тут описывается более подробно сам дизайн исследования, что, в общем-то, не так важно, потому что объем его очень незначительный. Что можно сказать по поводу транскраниальной электростимуляции, транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга? На самом деле у нас тоже в стране эти методы имеют место быть. Транскраниальная электростимуляция особенно активно развивалась в Питере. И достаточно уже давно, поэтому по этому методу, скажем так, нам гораздо больше информации. По транскраниальной магнитной стимуляции мы немножечко отстаем от Запада. Скорее всего, будем отставать еще больше. Ну, тоже определенные результаты есть. Я больше могу сказать про транскраниальную электростимуляцию. Там действительно достаточно широкий спектр применения. Это и обезболивание, это и повышение иммунитета, что очень-очень-очень само по себе спорно. В принципе, разговор о повышении иммунитета, это, так скажем, красная тряпка для сторонников доказательных методов. Потому что измерить это крайне тяжело. Ну, и они правы в этом, безусловно. Но, тем не менее, транскраниальная электростимуляция также может использоваться при лечении зависимости, при лечении депрессии. Но здесь надо понимать, что и депрессия, как хроническое заболевание, и зависимость, как заболевание, связанное с поведенческим компонентом, в который он играет одну из ведущих ролей, они очень плохо, в принципе, поддаются терапии. И методы, ну, фактически, физиотерапевтического воздействия здесь редко бывают прямо стопроцентно эффективны. То есть, скорее, мы можем говорить о том, что транскраниальная электростимуляция может являться дополнительным методом в комплексной терапии этих заболеваний. Вот в этом плане, да, это неплохо. Но, к сожалению, ходить куда-то на эти сеансы, платить за это, ну, поскольку в УМС того, по-моему, вообще нету, платить за это достаточно ощутимые деньги. И получать там 10, 15, 20 процентов улучшения. Ну, у кого есть время и деньги, да, у кого нет, конечно, это делать не будет. Весьма печально, что у нас раздолбили физиотерапевтические отделения в поликлиниках. Вот там бы это могло иметь очень широкое применение, очень большую популярность. И вот как раз вместо того, чтобы заходить в кабинет ко всем врачам, что-нибудь спросить, за всегда ты и поликлиник могли бы получать вот эти процедуры. Ну, с определенной периодичностью, естественно, при отсутствии противопоказаний. Транскраниальная магнитная стимуляция считается более интенсивным методом воздействия. И в том числе методом преодоления резистентности к депрессии, к антидепрессантам. Как еще раз повторюсь, что здесь мы несколько отстаем. У нас достаточно слабомощные, слабосильные, слабомощные установки для транскраниальной магнитной стимуляции в основном в стране присутствуют. Поэтому их эффективность не очень высока. В целом же есть положительный опыт по преодолению резистентности к депрессии. И это очень интересно, потому что другим вариантом преодоления резистентности к депрессии является электросудорожная терапия. Что, конечно, гораздо более травматично и дискомфортно для пациента. А так все-таки более мягкий, более щадящий метод, который, тем не менее, тоже дает неплохие результаты. Ну и вот сейчас еще по поводу партинсона и переедания, соответственно, тоже можно это направление рассматривать. Вообще тема транскраниального воздействия на мозг электрическим либо магнитным полем, она чрезвычайно интересна. То есть это колоссальные возможности без применения фармакологии. Но, к сожалению, пока что результатов таких вот прямо глобальных здесь достичь сложно. Но, как я уже сказал, 10-15-20% улучшения это вполне реально то, что можно получить. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего! До свидания!